Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракатух. Наступила джума, и люди пишут друг другу джума мубарак с благословенной пятницей. Я когда такие сообщения получаю, думаю, интересно, а почему не пишут фаджр мубарак, айша мубарак, благословенного утра, благословенной ночи? Ведь благословенен не только пятничный намаз, но и повседневные пять намазов. Ладно, шутки в сторону. Является ли харамом говорить джума мубарак? Когда человек это говорит? В основе это мубах, то есть нейтральное действие. То есть пророк никогда не говорил, что если ты это скажешь, за это будет награда. И он не говорил, что если ты этого не скажешь, это будет грех. Но если кто-то считает, что говорить джума мубарак это является сунной, если человек считает, что это является желательным действием, которое нужно совершать в пятницу, если кто-то так думает, что это часть религии, это уже бидра, нововведение. Считать так запретно, ведь в основе это просто слова. Они и должны оставаться просто словами. Не надо считать, что Аллах обязательно за это наградит. Либо что тебе запишется грех, если ты этого не скажешь. Если из категории мубах, то есть нейтральное, ты переводишь это в разряд сунны, за которую полагается награда. Если ты считаешь, что мусульмане должны это делать, вот прям должны, или что им желательно это делать, это уже бидра. И людям это нужно объяснять, чтобы они знали. Объяснять нужно правильно. Не то, что ты всем подряд сейчас будешь говорить, это бидра, это харам. Послушайте, расслабьтесь. Не надо перебарщивать. В основе это мубах, это просто фраза, просто слова. В самих по себе словах ничего запретного нет. Человек просто говорит тебе, «Желаю тебе благословенной пятницы». Но мы с вами должны понимать, что эта фраза не является частью религии. Это просто обыкновенная фраза. Аятов и хадисов о ней нет. Так что в основе это нейтральное, мубах. Но если ты начинаешь это считать частью религии, то вот это уже запрещено. Не сама фраза, а то, как ты ее воспринимаешь. Если человек считает это частью религии, то предостерегайте его от этого. Объясняйте, что это не так. Что не прописано ни в аятах, ни в хадисах, что за это будет награда, или что в случае оставления запишется грех. Это нужно понимать, чтобы это не превратилось в бидра, нововведение, когда ты в религию привносишь что-то от себя. И не нужно считать, что если вам человек этого не пишет, он совершает что-то плохое. Так что в эту пятницу я скажу вам, желаю вам хорошего дня. Джума Мумбарак говорить не буду. Пусть Аллах сделает благословенным ваш день. Ну и надеюсь, вы почитаете обязательный намаз. Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракатух. Братья, сестры, ставьте лайки, пожалуйста, и комментарии пишите. Это для дела нужно, чтобы YouTube продвигал эту лекцию дальше, и чтобы еще больше людей получили пользу от лекции. И на канал подписывайтесь.